Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Испокон веков, а в особенности после обзора на вот это вот страйковое ОПГ Ютуба Если не смотрели, то можете посмотреть Офигительный обзор 2019 года Уже получается прошлогодний обзор не выпускал уже, знаете ли, год Вот, извиняюсь за это, как бы вот не хотел Но, к сожалению, обзор уже целый год я не выпускал Однако, перед тем, как начать все это вам рассказывать Так сказать, вот эту вот интереснейшую, я не знаю, даже не новость, а балладу какую-то обо всем этом Я бы хотел вам сказать, что Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм По которому вы сможете получить себе целых 300 тысяч вертов По достижению вами пятого игрового уровня на проекте Arizona Roleplay сервере Phoenix И все это находится в описании под данным видеороликом Вы туда просто заходите и все это там делаете В общем-то, да, это как бы предисловие, это начало и все прочее Так вот, испокон веков меня спрашивают Мол, слушай, а почему страйки зашквар? Ведь есть такая функция И тут, наверное, нужно начать вообще с самого начала С того, что такое страйки, зачем они придуманы и вообще каких типов они бывают Страйки вообще придуманы, ну, достаточно давно И кардинально они менялись, ну, наверное, последний раз, я не знаю, лет 6 назад Но вот совсем недавно было такое, знаете ли, кардинальное изменение Которое затронуло вообще, в принципе, ну, так, более-менее, да, вас То есть, для того, чтобы разобраться в этом кардинальном изменении Нужно вообще разобраться в том, какие типы страйков бывают Бывает два типа страйков Это нарушение авторских прав и нарушение принципов сообщества Ну, так сказать, если говорить коротко То первое, это когда вы взяли, там, кусок чужого роли Даже не так Первое, это когда вы полностью перезалили чужой видеоконтент, видеоматериал С ютуба на ютуб Тогда у другого правообладателя, у другого автора Есть возможность заблокировать ваш видеоролик Но если, допустим, вы взяли и ролик с ютуба перезалили, допустим, на другой сайт Там одноклассники, тогда никакими правами на видеоролик вы не обладаете Потому что ютуб обладает правами на свой видеоролик только на ютубе Ну, или вроде того И блокирует он сайты, ой, и блокирует он контент на других сайтах Только по, ну, какой-то особой необходимости Но таких случаев не было Поэтому какой-то там, знаете ли Вообще все ваши видеоролики, которые вы загружаете на ютуб По, вот это вот, знаете ли, по всем правилам С которыми вы согласились при регистрации аккаунта Все ролики принадлежат ютубу А ютубу глубоко похуй на ваши видеоролики Соправшие там пару-тройку тысяч просмотров Или даже десятков тысяч просмотров Ему на это абсолютно похуй Ради этого идти, отстаивать свои права Показывать все данные о зарегистрированной лицензии И обо всем прочем Ему, в принципе, на всю эту похуй И ничем прочим он заниматься не будет Поэтому в суде лично вы не имеете никаких доказательств того Что права принадлежат именно вам А это, ну, развал судебного дела абсолютно любого Даже если ваш ролик был просто взят и перезалит Ну, как бы, брать ролик и перезаливать Можно до того момента, пока он не обретает авторские права После этого все, то есть Имеется возможность забанить этот самый видеоролик И второй тип страйков Это нарушение принципов сообщества Ну, если говорить коротко То это нарушение какого-то действующего законодательства Допустим, нельзя рекламировать наркотики Нельзя рекламировать казино Нельзя заниматься прочими вещами То есть нельзя, допустим, себе вены резать То есть потенциально опасный контент, в общем-то Плюс то, что запрещено законодательством Вот, ну, если коротко говорить То это вот так То есть со страйками мы определились Допустим, страйки по принципам сообщества Вам выдает сам YouTube Потому что это как бы его политика И вы эту самую политику нарушаете А страйки по авторским правам Вам выдает человек, загрузивший видеоролик на YouTube Но по факту вам этот страйк выдает сам YouTube Потому что всеми правами на видеоролик Обладает исключительно YouTube Также имеется система Content ID Когда вы, допустим, вставляете себе в ролик Какую-нибудь там, я не знаю, песню Допустим, Big Baby Tape И она моментально детектится То есть не находится вручную Как это обычно делают там авторы и все прочие люди То есть она автоматически детектится И если раньше за Big Baby Tape Допустим, просто там снималась монетизация Вся монетизация шла авторам Там, дистрибьюторам и всем прочим людям То сейчас за, допустим, песенку Big Baby Tape Вас застрайкуют вот прям там на раз-два Поэтому если нечто подобное у вас есть, лучше удалить Так вот, с такой, знаете ли, вводной частью, с такой подводкой Мы справились, я вам обо всем этом рассказал Так вот, почему же теперь страйки это зашквар? Ну, давайте определимся с тем, что страйки от больших правообладателей Которые действительно обладают правами на свой контент Которые зарегистрированы там в каком-нибудь РАО И во всех прочих вещах, во всех прочих инстанциях Они действительно обладают авторскими правами И если вы в самом деле нарушили закон об авторских правах Вас вполне справедливо застрайкали И то есть страйк в вашем случае Это прям, ну вот, мана небесная Потому что вас вообще могли вызвать в суд И на вас бы повесили штраф В зависимости от того, какой ущерб понес правообладатели Правообладатель, автор, там и все вот эти вот самые прочие люди Если ущерба не было никакого, то ролик просто блокируется Если ущерб был миллионов 10, то штраф повесят 5 миллионов Потому что, ну, максимальная сумма штрафа это 5 миллионов Рамки установлены специально для того, чтобы если там какая-то массовая картина Ее вот так вот распространяют Чтобы, как бы, миллиарды, да, не вешать на других людей Чтобы другие люди незаконно не обогащались Вот установлены вот такие вот рамки Поэтому в данном случае наше государство более или менее гуманно Так вот, о чем мы говорим далее Почему страйки зашкорны? Ну, потому что кидают страйки чаще всего какие-то обиженные дебилы на ролики про себя Я уж молчу о том, что такие ролики, они подпадают под статью добросовестного использования Они подпадают под статью 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации Если они сделаны, разумеется, грамотно У большинства людей ролики сделаны грамотно Вот, и как бы, ну, тут претензии вообще не основательны Поэтому, ну, как бы, страйки зашкорны Потому что они, по сути, убивают канал Три страйка — это удаление канала А по сути удаление канала равно, ну, гноблению какого-то бизнеса Пусть и маленького, пусть приносящего небольшой доход Тем не менее, гнобление бизнеса И, ну, это хуёво За это нужно порицать И причём порицать нужно только в тех случаях, когда действительно Человек ничего не нарушил, он это знает Но при помощи инструмента, который предоставляется Ютубом, да Который, ну, абсолютно непонятный Потому что тот же ВКонтакте, тот же Рутюб Просит все документы о регистрации авторских прав То есть там справка из РАО Там какие-то официальные сайты, на которых всё это можно купить Послушать, посмотреть и так далее То есть, а Ютуб ничего подобного не требует То есть, ему просто, как бы, в порядке вещей То, что, ну, в принципе, такой факт сам был И, соответственно, страйки от обычных людей От никаких-то крупных правообладателей Даже от крупных правообладателей Можно было бы в суде порубиться Если бы было что-то такое, знаете Или, сами понимаете Там, законное использование вот всего этого, да Но, вот, происходит как-то так Люди просто злоупотребляют этим самым инструментом И надеюсь, что в 2020 году Людей, которые злоупотребляют инструментом Страйка подавания и всего прочего Не знаю, как это ещё можно назвать Надеюсь, что таких людей станет меньше Потому что страйки снимаются спустя две недели Потому что в суд никто не идёт Потому что никто не пойдёт судиться, да Зная заведомо, что он может проебать Зная заведомо, что если он проёбывает Этот самый иск За него подаётся в суд на клевету Поэтому человек заведомо знает Что никаких прав у него нету И, как бы, тут вообще полнейший пиздец Вот Однако Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok